всем привет и сегодня опять с вами я аленка проснулась утром выпить таблетку от щитовидки или для щитовидки как лучше сказать а у меня осталось три таблетки но вот пришлось побежать врачу к домашнему чтобы выписали мне таблетки мне и моему сыну мы их принимаем вдвоем у нас это чтобы щитовидка у нас ее нет абсолютно и дочь моя старшая принимает эти же таблетки я не знаю чего это происходит даже не буду пытаться вам это объяснить но те кто понимают медицине наверное это знают это плохое настроение это с раскачки поднимаешься утром нужно выпить обязательно кружечки две кофе нужно немножко побродить ну короче поднять подняли разбудить забыли называется поэтому я еще может быть такая много моргаю много болтаю лишнего или еще чего-нибудь в уж меня конечно извините вот ну и решила раз уж вышла на улицу маленько погулять у нас ответе какие цветочки уже распустились василечки но на улице тишина народа никого нет одни утки гуляют на озере сейчас мы с вами мимо озера пройдем хотела к в русский магазин сходить еще рано 9 утра поэтому придется наверно мне шпарить домой может быть наш магазин зайду покажу что купила потому что завтра у нас выходной и надо что-нибудь завтра конечно ребятишкам на завтрак вкусненькое приготовить еще правда не решила что но по дороге решим вместе с вами вот такая у нас веселуха в германии что еще хочу сказать интересная штука вот мне 52 я пью таблетки от щитовидки наверное лет пять дочери 32 она пьет таблетки тоже для щитовидки чтоб щитовидка работала и сыну 12 лет он тоже пьет таблетки от щитовидки и вот непонятно как это и что происходит и почему но сын у нас знаете как есть мультик ох и ах идут в поход так он у нас так он у нас ох это значит ох солнышко ох дождик ну вот такой вот он мюды ничему не радуется его нужно с раскачки с толкача заводить и вот он у нас такой парень это говорят что все это щитовидка что ее нет но в любом случае придется нам наверное их пить до скончания нашего века не знаю как у максима потому что я с многими разговаривала мальчишками возможно что переходный возраст у него начнется и это может все под закончится и он не будет их пить и ему повезет чтобы не принимать эти таблетки каждый день каждое утро за полчаса до еды вот а вот сейчас в школу он встает в пол седьмого выпивает таблетку чтобы ему покушать потому что сейчас у нас в школе запрещено брать с собой еду питье связи с короной что нужно руки обрабатывать или мыть где-то ну короче напряженка в школе и он ничего не берет так как он сам нас мэлман такой знаете мультик смотрели мадагаскаре мэлман ах ой у меня прыщик у меня там пятнышко появилась вот такой он у нас очень заботливая себе и поэтому он ничего не берет его нужно обязательно утром накормить всем 50 уже начинаются уроки и все это мы 30 минут с ним разговариваем обсуждаем уроки или я подсказываю в математике там что-нибудь что ему непонятно но других предметах еще химию могу физику что-то могу потому что все на немецком написано но в других предметах я уже вам говорила я про фан вот ну что пойдем погуляем немножко по озеру а я немножко с вами поболтаю еще вот такая обстановка у нас на улице немножко пасмурно идет немножко дождик и народу видите один уходящий парень больше никого ну вообще-то 9 утра если что поэтому дети в школах школы наши работать стали слава богу вот гимназия и начальная школа дети в школах родители работают пенсионеры наверное еще спят поэтому никого у нас на улицах сейчас нет хотела сходить в русский магазин что-нибудь купить завтра же у нас фатер так я уже вам говорила объясняла что это и у нас это законный выходной расскажу вам сейчас села бы на лавочку да лавочка мокрая неохота задницу мочить и поэтому расскажу так немножко так природу погоду еще покажу нашу и немножко расскажу про фатер так фатер так германия отмечается очень интересно его отмечают мужчины очень охотно любой национальности поэтому они значит набивают корзины набивают телеги набивают еще что-то пивом виноводочными возможно изделиями потому что в конце они уже непонятно то ли телегу тащит тащат то ли телега их тащит под вечер уже под ночь они могут ходить песни петь в этот день им все разрешено не знаю как завтра потому что у нас еще корона и больше трех по моему сейчас не собираться на улице но завтра все увидим если я что-то увижу интересненько я конечно вам видео сниму вот и вот так у нас они этот праздник у нас очень любимый мужчин и они его очень охотно отмечают и вечерами в этот день у нас праздники в центре но сейчас навряд ли что-то будет жалко конечно такие праздники в центре были каждую субботу к нам приезжали тоже в ансамбле пели значит у нас то девочки балерины выступали прямо показывали что они проходят в балетной школе у нас много всяких занятий для детей и балетная школа и художественная гимнастика у нас мелиса ходила и у нее очень хорошо получалось она бесстрашная у нас девочка и поэтому все мостики все колеса все сальто у нее очень все хорошо получалось пока не уехала варенцбург варенцбурге конечно сейчас маленько посложнее потому что младшая дочка появилась и не сильно побегаешь по аренцбургу одну конечно в большом городе отправлять ее не стоит пока маленько не подрастет вот ну конечно праздники были замечательные и пиво ручьем текло и сосиски жарили и все жарили все делали и музыка и танцевали даже люди под вечер когда уже накушается пиво так что веселуха была сейчас нам конечно во всем форботом скучновато стало жить немцы это вообще не понимают как можно так жить для них это вообще утопия чтобы сидеть с утками господи чтобы сидеть с утками дома и для них это вообще проблема поэтому жизнь стала скучная ну что пойдем дальше немножко постояли немножко посмотрели немножко показала я вам кого чего ни одного человека так мимо меня и не прошло вот так германии живем это вам не в красноярске в автобусах без пуговичек вылазить я помню хорошо залезешь чистенькая аккуратненькая на работу или еще там куда-то вылезешь то обудки грязные пуговицы оторваны не знаю как сейчас я уже наверное два с половиной года там не было но говорят много сейчас автобусов убрали маршрутных которые например длинные рейсы выполняли солнечный бсмп ведь это было так удобно на одной конечке сел на другой конечке вылез я активно веду переписку со всеми и знаю много новостей ну вот мы подошли к нашим любимым овечкам нашему пастуху и там вдалеке уже наш дом прошлась я с вами немножко по озеру и сейчас пойду еще в магазин схожу завтра же у нас праздник поэтому нужно кое-что приготовить детям все дети соберутся утром проснуться будем завтракать и нужно что-нибудь им вкусненькое сделать они же тоже будут будущие фаттеры у нас поэтому что-нибудь сделаем вот такие у нас гаражи я вам говорила 31 эра стоят они у каждого у каждой квартиры свой гараж кто не хочет того не принуждают поэтому вот такие у нас гаражи а это наш дом вдалеке абрикосовый пойдем сходим в магазин потом покажу что купила что нашла там в магазине хорошего гулять гуляла в аптеку забыла зайти лекарства купить или выкупить у нас лекарства если ты берешь по рецепту то все лекарство стоит 5 евро любые таблетки любые капли любые еще там что-то все что положено по аука у нас страховая фирма аука нам проплачивают и все таблетки по 5 евро вот сейчас 5 евро заплачу за свои за максимкины посмотрим какая у них цена я что-то даже не могу вам сказать и покажу вам какие таблеточки я пью а кто понимает может быть мне расскажет чё почем какие с мячом с этими таблетками наша аптека тут же я уже сходила в магазин пришла начала из сумки продукты вытаскивать а таблеточек то нет а я вот все рядышком здесь гуляла здесь вам рассказывала вот наши пожалуйста эти господи барашки шпаркасса и вот она же аптека поэтому сейчас зайду таблеточки выкуплю и вам покажу вот такие таблетки нам выписывают с максимом и вы знаете за максима таблетки я отдала 42 цента то есть меньше евро очень даже хорошо пока попьем максинкины а там может еще сэкономим пятерочку я шучу конечно же я вы куплю все и мы будем пить с удовольствием в маске и ду маску даже не сняла ну вот таблетки вот такие мы с ним принимаем ладно побегу а то дождик сильный начался разошелся не на шутку как говорят ранний гость до обеда поэтому видимо до обеда и будет у нас тут идти я уже вам говорила климат морской влажный дождик это любимое состояние нашей природы я я всегда говорю что в деревне гадюкина идут одни дожди это про нас дождь пасмурно солнышко очень редко бывает у нас балует поэтому мы уже когда солнышко тут как дельфины в дельфинарии так мы на солнышке жаримся паримся все что угодно делаем ну вот наш дом побежала я бегом вот я уже и дома и сейчас покажу закупку на 20 евро сделал появилась у нас редиска уже в магазине это синий лук 99 центов 6 штучек стоит у нас это вот у меня закончился наш простой это я орехи купила и бутер кекс возможно что-то постряпаю прямо сегодня наши лаваши завтра наделаю опять такие помощи замороженные покупаю колбаска сырок на крюштук на завтра и вот такую такой бекончик дети любят сегодня у нас в ангиботе или как-то сказать ну по акции сыр продавался и я купила аж три пачки пусть будет на всякий случай группы что-то придумаем у нас дети и просто хлеб то стороны делают внутри но это картошка такая картошка у меня всегда есть это картошка для лодря называется ничего не надо делать как кому столько по-разному она нарезана и мы ее очень охотно едим на улице пасмурно дождик так и моросит у нас поэтому будем сейчас что-нибудь думать константин придется работать время 10 07 и начнем что-нибудь умекать чем нам детей накормить и как на работу сгонять поработать еще на работе ну что дорогие мои ну что дорогие мои на этом я с вами прощаюсь всем хорошего настроения всем желаю здоровья берегите себя это я всегда вам говорю не нервные клетки не восстанавливаются как у нас на работе говорят элена кайны нервен кайны стресс поэтому все понятно даже на немецком и на русском что не нервы не нервируй не нервничайте никаких проблем чтоб у вас не было этого я вам всем всем желаю что пока как всегда говорю до встречи